Небольшой ракурс к психологию. Для людей, которые пытаются разобраться в мире и в самих себе, это может быть полезно и интересно. Итак, всех людей, живущих на Земле, можно разделить по четырем основным сценариям или представлениям о себе и мире. Первый вариант – это человек, который рассуждает так. Со мной не все в порядке, но мир при этом вокруг меня в порядке. Мир имеется в виду окружение, семья, друзья, коллеги, природа, дороги и все остальное. Итак, есть люди, которые считают, что я сам не в порядке, но мир вокруг меня намного успешнее и удачнее. Я вижу очень много успешных людей, я люблю природу, я люблю эту жизнь, но самим со мной что-то не так. Второй сценарий жизненного представления о себе и мире звучит так – я в порядке, мир вокруг меня не в порядке. Человек такого типа уверен в себе, он считает, что он не то чтобы просто хорош, а почти совершенство, а вот мир вокруг него, его окружение, страна, государство, люди, коллеги, все то же самое, они не в порядке. Такой человек начинает в какой-то момент менять этот мир насильственными способами. Вот, например, Владимир Путин и вообще все политики, какого ни возьми, относятся именно к этому типу, то есть они считают «я в абсолютном порядке», «я совершенство», а иногда и просто божество, а вот мир вокруг меня – это что-то несовершенное, сейчас приду я и все исправлю». Этот тип человека обладает очень низким порогом чувствительности, они фактически лишены чувств в человеческом понимании. Поэтому, когда кто-то спрашивает, неужели им не жалко бедных людей, пенсионеров, детей, почему же они бомбят, например, Сирию, неужели они не думают о том, как там мучаются тысячи людей? Ответ прост – да, действительно, они не думают и не чувствуют. Эти люди лишены такой возможности ощущать, чувствовать и любить с самого детства. Когда они что-то совершают, это в том числе начинают войны, революции, переделывать и перекраивать историю, они абсолютно уверены, что то, что они делают – это правильно, это во благо, потому что он совершенство знает, как должно быть, а вот люди несчастные не понимают своего же блага. И он, придя во главу государства, все расставит по своим местам. Послушайте Жеремовского, послушайте того же Навального, каждый из них абсолютно уверен, что с приходом его все встанет на свои места. Для тех, кто немного интересовался психологией или, может быть, вы уже догадались, что первый тип человека – это мазохист, человек, неуверенный в себе и считающий, что он не подходит для современного мира. Второй человек – это человек-садист. Он получает удовольствие от страдания других людей и абсолютно уверен, что он поступает правильно. Любой убийца-маньяк при разговоре с психологом говорит следующие вещи. Почему вы убивали этих женщин? Почему на вашей совести больше 20 жертв жестоко убитых и изнасилованных? Маньяк-убийца спокойно отвечает. «Потому что они были шлюхами, потому что они распространяли различные болезни, потому что они продавали себя, потому что они флиртовали с другими мужчинами, одним словом, они были плохими, а я, хороший, очистил эту землю от этих падалей». Вот приблизительно так и рассуждает садист на самом низшем уровне. Среди политиков садистов очень много, практически каждый второй. Третий тип сценария и жизненных представлений наблюдается в большом количестве в России. Это тип человека, который рассуждает так «со мной не все в порядке» и «с миром не все в порядке». То есть это человек, который не любит не только себя, но и окружающий мир. В России сейчас таких подавляющее большинство, и это состояние называется очень просто – глупочайшая депрессия. Люди, лишенные энергии, не видят своего будущего, не видят выхода, не любят себя. А если ты не любишь себя, то точно так же тебя и воспринимают другие, и не любят весь мир вокруг себя, не только то, что его окружает, но и вообще мир в целом, планету, страны, экологию. Одним словом, все, что его окружает, его не устраивает. К сожалению, у людей такого типа не очень хороший сценарий на будущее. Как говорит психология, такие люди заканчивают сумасшедшим домом. Очень многие из такого типа людей рано или поздно в той или иной степени сходят с ума. Поэтому и страна Россия сегодня показывает себя как совершенно сошедшая с ума страна. Все, что там происходит, очень сильно походит на шизофрению или бред сумасшедшего. Коллективная, бессознательная, в глубочайшей депрессии и в результате весь остальной мир, скажем так, большая его часть, с большим изумлением смотрит на то, что происходит в современной сошедшей с ума России. И четвертое состояние, больше всего наблюдающиеся в странах западного так называемого мира и США, это состояние, когда человек говорит так, я в порядке и мир в порядке. Эта формула принята на Западе давным-давно, она всячески профилируется во всех голливудских фильмах. В любой экономической и бизнес-стратегии проводится огромное количество тренингов по этому поводу, и все они сводятся именно к этому лозунгу. Я в порядке и мир вокруг меня в порядке. Понятное дело, что это позиция оптимиста, люди, которые считают и чувствуют себя именно такими, проживают долгую насыщенную творческую жизнь и умирают, как говорится, в один момент. Кстати, я забыл добавить, первый вариант человека, я не в порядке, но мир в порядке, тип мазохистический, заканчивает, как правило, самоубийством. Даже если это не самоубийство в прямом смысле, то это может быть, например, злоупотребление алкоголем, курением, неправильное питание. Когда человек просто растягивает самоубийство на долгое время, но как бы сам себя уничтожает. Долгие годы он идет к тому, чтобы умереть как можно быстрее. Из этого числа больше всего людей болеют раком, потому что рак, как уже известно, это именно состояние, когда сам человек начинает внутри себя съедать. Второй тип человека – садист. Он не убивает себя, но он убивает окружающих. Он становится не самоубийцей, но убийцей всех остальных. Если в вашем окружении, в вашей семье или в вашем коллективе есть такой мини-садист, он будет убивать всех остальных, при этом чувствовать себя очень хорошо. Садисты, как правило, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что они почти никогда не расслабляются. И в результате инфаркта – самая обычная смерть, также часто встречающаяся среди политиков. Третий тип человека, как я уже сказал, умирает или страдает от сумасшествия или различных заболеваний, связанных с расстройством психики. И четвертый тип, самый оптимистичный. Живет долго, умирает быстро. Возвращаясь к фигуре Владимира Путина, не ждите, что этот человек вдруг в какой-то момент поменяется. И начнет испытывать какие-то чувства в отношении людей и страны. Поймите, садисты на это не способны. Их может остановить только смерть, либо принудительное заключение в места лишения свободы. Больше никакими другими способами садиста вы не остановите и не переделаете. Дело в том, что эти наклонности закладываются глубоко в детстве. И как бы вы ни надеялись, что в один прекрасный момент садист начнет чувствовать и думать, нет, не начнет. А если Владимир Путин и когда-нибудь дойдет до скамьи в суде, мы все будем наблюдать, насколько нагло он будет отвечать, насколько он будет уверен в том, что все, что он делал, было правильно, на благо страны. И люди, окружающие его, которых он воспринимает как ниши себя, недооценили и не поняли, что он хотел сделать для них все только самое лучшее.